Всем привет! В этом выпуске пойдет речь про советскую 120-мм дивизионно-полковую авиадесантную самоходную артиллерийско-минометную установку. Выпуск начался с 1974 года. В конце 1950-х годов на вооружение стран-участниц Холодной войны начали в массовом количестве поступать ракетно-ядерные типы вооружения. При теоретическом планировании военных действий с применением ядерного оружия большая роль отводилась воздушно-десантным войскам, которые по замыслу должны были использовать и сохранять высокие темпы наступления после ракетно-бомбового удара ядерным оружием. По состоянию на 1950-е-1960-е годы оснащение воздушно-десантных подразделений СССР немногим отличалось от оснащения дивизий и корпусов времен Великой Отечественной войны. Еще одной причиной начала разработки новой артиллерийской системы для десантников стало появление новых военно-транспортных самолетов с большей грузоподъемностью, таких как Ан-8 и Ан-12. Поэтому в 1964 году начались исследования относительно характеристик новых видов боевой техники для воздушно-десантных войск. Среди них были и артиллерийские установки. Выяснилось, что максимальная масса боевой машины не должна превышать 10 тонн вместе со средством десантирования. Кроме того, военные требовали, чтобы новая машина была маневренной и имела защиту от оружия массового поражения. Новую САУ решили вооружить уникальным 120-мм нарезным орудием. Новая САУ получила название 2С9 Нона-С. Первый опытный образец был создан в 1976 году, а в 1980 году начались войсковые испытания машины. Они были признаны успешными и в том же году САУ-2С9 Нова была взята на вооружение. На этом все. Комментируйте видео и до новых выпусков. Пока! Субтитры делал DimaTorzok